Китай продолжит макроэкономическое стимулирование на фоне восстановления потребительской активности после пандемии и пока еще слабого внешнего спроса. Об этом заявил замглавы Госкомитета по делам развития и реформ Цун Лян. Он также напомнил о стимулирующих мерах, реализованных в течение лета. Индивидуальным предпринимателям, а также владельцам малых и микропредприятий снизили налоговую нагрузку и упростили кредитование. Льготное регулирование теперь применяется к высокотехнологичному сектору и компаниям с большими расходами на исследования и разработки. Эти и другие меры дали возможность повысить деловую активность, увеличить добавленную стоимость в промышленности и продажи в потребительском секторе. Снизилась безработица в городах, падение показателей внешней торговли ощутимо замедлилось. Теперь на очереди резервные стимулирующие меры. Повышение минимальной зарплаты и размера налоговых вычетов в ряде регионов. Также планирует понизить ставки кредитования для покупки первого и единственного жилья.